Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы отвечаем на вопросы наших зрителей. И вот, в частности, к нам упрощен такой вопрос. Про Деницу сказано, что он желал сесть на горе в сонме богов. Это книга пророка Исаия, глава 14, стих 13. «Соном богов — это где?» — спрашивает наш зритель. «И какие боги здесь имеются в виду?» Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам все-таки необходимо чуть-чуть более подробно обратиться к тексту непосредственно его источника, пророка Исаии. И тогда мы увидим, что под Деницей здесь имеется в виду не совсем, как это принято, очень часто врывая из контекста это место, приводить эту цитату. Вот Деница. Мы знаем, что Дениц — это одно из имен Дуцифера. Но здесь пророк Божий обращается с этим именем к царю Вавилонскому. И вообще вот эта глава, она посвящена обличению царя Вавилона, пленению которого тогда как раз-таки находился израильский народ, ну, израильская часть, который, значит, неоднократно угрожал самому вообще существованию народа избранного. И вот пророк Исаия обличает его гордыню, в том числе называя его вот этим именем Деницы. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот этими словами обличается пророком дерзость и гордость земного правителя, в данном случае земного правителя Вавилона. Что могут означать эти слова? Ну, в частности, о каких богах идет речь? Ну, мы же знаем неоднократно как раз-таки для того времени, что многие земных правителей того времени обладали таким священным статусом. И после своей смерти, а иногда даже и при жизни, уже обожествлялись. И действительно, ну, сама мысль о том, что какой-то выдающийся герой или выдающийся правитель может оказаться в сонме богов, может оказаться причислен к числу языческих, так сказать, небожителей, она, в общем-то, присутствовала в то время вот в сознании языческих народов и их языческих правителей. Мы видим известных, например, древнегреческих героев, да, того же Геракла, который являлся царем и который также был вознесен на Олимп в сон, так сказать, богов-небожителей. Ну, это тоже такая достаточно частая мысль, да, вот такой вот очень часто встречающийся в мифологиях разных народов образ, когда сон богов пообещается именно на какой-то священной горе. Вообще образ вот такой мировой священной горы, он очень устойчивый в древней культуре, и практически многие народы, они знают либо священную гору, либо священное дерево, на котором, так сказать, держатся миры, где обитают боги, божества, духи. Ну, например, для жителей там тибетского региона, Индии, индусов, это священная гора Кайласа, известная также как Меру или Хайра-Березайте. Для греческого населения это священные горы Олимп, Парнас или место пребывания идейского Зевса на Крите, гора Ида. И поэтому вот этот вот образ горы, в особенности находящийся где-то на севере, это вообще такой вот устойчивый образ пребывания божеств во многих культурах, и средиземноморских, и ближневосточных, и народов Индии, как мы знаем, для того времени, для древности. Поэтому вот это гордостное стремление тоже присоединиться к сонму тех, которые выседают на вершине горы, оно для правителя того времени является, ну, скажем, очень дерзновенным, но, может быть, не совсем недостижимым. Однако, по сути, по своей это безумно, поскольку мы знаем, что все боги язычников — это бесы, опять же, так сказать, это словами священного писания. И поэтому мы понимаем, что это мнимое возвышение до сонма вот этих языческих богов, это вот самообожествление еще при жизни является на самом деле глубочайшим падением для мечтающего об этом человеке и таким, в общем-то, самым, наверное, горестным концом, который в действительности может его ожидать. Все это вместе с прочими такими перечисленными карами, которые Господь попускает гордым грешникам, создают такую, в общем-то, впечатляющую эпическую картину, которую рисует пророческое слово богодохновенного Иса, и с которым вы можете познакомиться, если более подробно дадите себе труд прочесть его книгу, ну и, в частности, вот эту 14 главу с обличением современных Иса и языческих правителей.